Всем доброе утро! Начинаю свой новый влог. Солнечное утро сегодня у нас такое. Сейчас я открою здесь. Лицо все полосатое. Накупалось с утра. Скрабом почистила лицо. Сейчас буду вот такую маску наносить себе. Сегодня особо дел таких серьезных нет. Немножко, как всегда, ежедневная уборка. Стирку надо загрузить. И сегодня хочу позаниматься с детьми, потому что лето заканчивается. И вчера тоже не занимались ничем. Дети ездили с папой на работу. И бездельничали. А сегодня хотим с Костей почитать, там примеры порешать, вспомнить. Английский, может быть. Что это такое? И с Кирюшей тоже чем-нибудь позанимаемся. Так особо дел нету. Хочу немножко с собой позаниматься. Маникюр, педикюр сделать, масочку. Сейчас у нас еще планы такие мы строим. На море поехать. Кто меня смотрит, знает, что мы собираемся в конце месяца в автокемпинг. Даже, может быть, не в конце, а где-то через недельку примерно. Плюс-минус. И мы сейчас планируем все, маршрут, как лучше все сделать. Мы поедем не в одно место, а еще в одно. В два места. Ну, в одно в автокемпинг, а в другое просто погулять. Ну, о нем я расскажу вам попозже. Это для нас с мужем такое место, где мы хотим повспоминать нашу первую с ним поездку на море. Так что, будет интересно. Подписывайтесь на наш канал, кому интересна эта тема. Обязательно будут видео с моря, с автокемпинга. Все подробности. Так что, вот так вот. Сейчас я вам покажу, что мы еще Костик купили в школе. Так что, оставайтесь со мной. Вчера мы уже с детьми заезжали в магазин, в Декатлон. Хороший магазин, там спортивные товары. Мы часто там берем и Костику спортивные штаны для школы, кроссовки тоже. Муж себе берет. Я босоножки себе брала. И муж тоже себе каждый год берет там босоножки такие спортивные. Вот много разных товаров. И вот пошли. Они искают кроссовки, Костику. И нашли. Такие вот кроссовочки. Сейчас я достану. Вот такие у меня кроссовочки взяли. 37 размер. Куда растет нога у этого ребенка, я не знаю. Мы брали ума ему кроссовки 36 размер. Но они вроде бы как еще нормальны на него. Мы взяли с расчетом с тем, что пока сухая погода такая, то сентябрь-октябрь в школу ходить он будет в этих кроссовках. А те, которые мы брали ранее, они будут как на сменку и на физкультуру. Но потом на физкультуру те уже без зиме по-любому станут маловаты. И вот эти кроссовки у него перейдут на физкультуру. И на сменку. Вот они хорошие, такие качественные. Мы брали, может кто смотрел, прошлый год, позапрошлый. Брали ему в декатство не чисто белые кроссовки. Вот. Белая подошва, белый верх абсолютно, весь белый. И он проходил, чтобы вам не соврать, первый класс весь. И второй класс половину года, короче. Полгода. Ну, полтора года где-то он проносил их. И я их начистила. И запаковала, убрала в шкаф. Потому что они пойдут еще к Кириллу. Они выглядят вообще как новые. Нигде не потрескались. Ничего у них такого. Не могу сказать кожа или нет. Но вот, типа как кожаный верх у них. Ну, вряд ли это кожа, конечно. А эти такие они матерчатые. А здесь как, тоже такой как кожезаменитель. Что между замшей и кожей. Вот какой-то материал такой. Хорошие такие, не сильно они тяжелые. Вот стоили они 699 рублей. 700 рублей. Вот у нас тут есть чек даже. Вот. И еще муж купил коврик такой. Ну, он вообще, наверное, для занятий спортом. Но мы взяли его в палатку стелить. Вот за 300 рублей он взял. Но он остался в машине. И, к сожалению, я не могу вам его показать. Когда уже поедем на отдых, тогда вам его и покажу. Хороший такой, говорит. Не сильно тонкий. Такой нормальный. Вот так что так вот. Уже практически собрались. В школу осталось там по мелочи. Купить. Кофточку ему. Купить. И все. Так что теперь. Теперь еще Кирилла надо приобуть. К осени тоже. Ну, это попозже. Еще есть. У нас сентябрь. Так что. У нас в Ростове тут до ноября может быть тепло. Поэтому успеем еще все обуться и одеться. Так что вот так вот. Оставайтесь со мной. Будет интересно. Еще хотела поделиться. Сломался у меня вот этот блендер. Ну, не знаю до конца или нет, но миксер вот это вот не работает. Он, короче, перегрелся. Тут вот с этой штучки выскочила вот эта фиговина. И она немножко поплавила еще детальку в главной вот этой штуковине. Я теперь не знаю, будут остальные насадки работать или нет. Вот. Я вчера пекла торт бисквитный. И крем такой покупала. Видели у меня в покупках вишневый. У меня тесто не взбивалось. Крем я тоже взбивала вручную. Короче, получилось вкусно, но так непрезентабельно, конечно. Ничего у меня не поднялось. У меня есть еще один блендер погружной. Ну, конечно, вот этой чаше удобно, вот этой чаше пользуется миксер тоже. Так что, теперь не знаю, как. Думала, сейчас буду печь много, духовка у меня. А тут раз и миксер сломался. Но пока в планах покупать нету. Так что, вот так вот пошли мы с детьми заниматься. Кулачок. В этой бездонной лазуре в сумерках близкой весны плакали зимние бури, реяли звездные сны. Ветер поймется далека вечные песни твои. Кирюша еще занимается. Сейчас покажу. Пишет. Учится. Вот еще такая есть. Тоже будем заниматься. Все-таки хорошие они по 10 или по 15 рублей в Ашане. И тут хорошие такие задания. потом будем заниматься по ним. Вот он близкий. Вот он близкий Костика. Это уже покупала, но они уже... Он уже все это знал. Поэтому будет Кирилл потом заниматься. Ладно, не буду Костику мешать читать. Я знаю, что песня молодой. в Ашане. Теперь опять вот по стрелочке. Видишь? туда. Костя занимается математикой. У нас осталась рабочая тетрадь школьная. Там нерешенные есть номера. и вот он дорешивает. А я достала свой старый фотоаппарат. Он, конечно, старенький, но он хорошо снимает. Есть даже такие моменты, когда на телефон не очень получается. Например, фото заката. А вот на этот фотоаппарат очень хорошо снимать. Я хочу попробовать будет ли он сопряжаться с моим компьютером. Потому что компьютер не наш, он какой-то старый, и мой телефон не подключается к нему. Нет сопряжения. Я вот хочу посмотреть, есть ли с фотоаппаратом. Стоит ли мне убрать с собой вообще, если он не будет сопряжаться с компьютером. Чтобы хочу знать, получится у меня скинуть видео, фото, потом на компьютер. Сейчас проверю. Так же достала плеер. Так тоже на всякий случай с собой взять дорогу, музыку послушать. Так что так вот еще будем заниматься английским. Тоже вот рабочая тетрадь, сборник упражнений. И тут вот в конце вот еще сколько нерешенных тут упражнений. Сейчас будем с Костей сейчас Кирюша с Костей вот это добивать, еще слова повторить нужно. Ну и может быть попозже тут русский тоже. Остались упражнения. Так что так, оставайтесь с нами. Все нормально, компьютер видит мой фотоаппарат. Можно будет скидывать его. Я возьму его как запасной вариант, потому что телефон тоже не резиновый. И чисто для фотографии хотя бы возьму вот этот фотоаппарат. Что тут еще неудобно. Тут батарейки обычные. У нас стоят аккумуляторы. И кстати у меня два таких фотоаппарата. Только немного модель разная. Вот видите. Я подумываю один из них продать. Только какой я еще не знаю. Скорее всего вот этот продам. Хотя он так поновее у него модель. Но как-то я приноровилась к этому. Они абсолютно одинаковые. Все тут целенькое хорошенькое. Тут вставляются батареечки. все хорошо снимают. фото и видео съемка. Так что кто из Ростова может кому нужна камера я бы вам ее продала. Качественные хорошие фотографии. по-моему 10 мегапикселей если не ошибаюсь. А ну да вот написано 10 и тут 10 хорошие получаются и фото и видео. Так что кто из Ростова напишите кому нужна камера. Я вот эту продам не задорого. Так что пишите. Слава Богу все у меня работает. это. Хочу поделиться с вами полезной информацией. Я вообще на многих сайтах зарабатываю в интернете. Но сегодня хочу вам рассказать о двух сайтах таких можно сказать одних из основных. Это вот такой вот сайт BK Target. Хочу вам показать историю моих платежей которые я получила. Вывод средств. То что я никого не обманываю. Вот правда я вывожу деньги периодически. Никакого обмана нет. Деньги я получаю все своевременно. Никогда ничего не задерживалась. Сейчас у меня вот тут 2 рубля я вчера вывела деньги 29 рублей. Выводить можно на разные кошельки Kiwi WebMoney Payer Яндекс.Деньги просто на мобильный телефон можно. Я раньше на мобильный кидала себе сейчас стала на Яндекс.Деньги. Вводить минимальная сумма для вывода 25 рублей. Ссылочка будет под этим видео. Заходите кому интересен заработок в интернете. Вот хороший сайт. Платят всегда вовремя. Сразу практически приходят деньги. И второй сайт это отзовик. Я здесь пишу отзывы. Сейчас у меня на счету вот такая вот сумма. Минимальная сумма для вывода 100 рублей. Первый если вы в самый первый раз вы вводите 200 рублей. А потом уже будет по 100 рублей. И вывожу я на вебмани и сейчас вот тут такая пометочка то что вывод на вебмани без комиссии. И вот моя история тоже платежей. Я честно сказать на расслабоне работаю сильно. так не парюсь когда никогда пишу отзывы 1-2 может в неделю. И вот посмотрите я вывела с этого сайта столько денег. Тут есть тоже реферальная программа но с реферальной программы я заработала там может быть 10 рублей всего лишь. Так что на вас я много денег не заработаю. не думайте что я специально тут вас зазываю чтобы за ваш счет заработать деньги. Нет вот так что так тоже ссылочка будет под видео переходите регистрируйтесь и зарабатывайте так хотя бы на телефон положить почему вы нет или оплатить какие-то мелкие покупки в интернете копеечка всегда пригодится так что регистрируйтесь так ребят еще хотела сказать что можете всегда заглядывать под мои видео сейчас поставлю на паузу под каждым видео есть всякие полезные ссылочки на моем канале кстати я открыла себе донат вот ссылочка есть вот сайт на пробери на платные опросы вот дальше вот этот сайт который я сейчас вам показывала vk target отзовик вот есть хороший магазин grandstock здесь ивановский текстиль все такое низкие цены также здесь есть кэшбэки вот letyshop и копикот тоже регистрируйтесь и получайте кэшбэк на свои покупки так вот опять vk target также вы здесь можете найти ссылочки где можно со мной связаться написать мне добавиться в друзья вот моя группа вконтакте это моя страничка вконтакте одноклассники и инстаграм только желательно если вы добавляетесь вот вконтакте или в одноклассники то напишите чтобы я знала что вы меня смотрите подписчики потому что добавляются бывает что всех подряд друзья так что буду каждому рада особенно вступайте в группу пишите мне личные сообщения буду рада с вами пообщаться также здесь есть некоторые ссылочки на некоторые мои плейлисты чтобы вам удобно было найти и внизу указан мой адрес для писем и посылок если есть желающие пишите мне буду очень рада так кстати мое последнее самое видео фонтан в мегамаге всегда переходите под видео и смотрите полезную информацию может кому-то нужны эти ссылочки будут полезны для вас и также в описании канала у меня тоже там есть ссылки все постиралась у меня стирочка сейчас я все развешиваю вот здесь на улицу герань моя так и продолжает свисти сейчас ее надо полить еще хочу обрезать этот листочек он уже начинает отмирать и здесь вылез еще один росток так что так вот уже чувствуется такое дыхание немного осени ночи стали прохладные сегодня прям замерзли окна открытые мы сегодня ночью уже буду закрывать окна уже и жара не такая как была там 40 градусов сейчас 27-30 уже не так жарко ветерочек прохладненький и почему-то становится так грустно что скоро осень лето закончилось практически в каждом времени года есть своя прелесть осень тоже по-своему хороша так что гуляем последний месяц лета уже меньше даже сегодня какое число 10 по-моему уже 20 дней осталось отгулять еще и все ладно сейчас буду развешивать стирку до конца и надо детям кашу сварить на обед ой смотрите вырос у меня росток это долларовое дерево я листик воткнула так в землю не помню уже сколько месяца 3 прошло наверное и вот росточек первый появился здесь у меня тоже сидит тут пока еще ничего нету так что такая маленькая радость у меня продолжаем с Костей красить нашу карту еще много так осталось то времени нету то неохотно да Костя да я сейчас тигра крашу а ты что красишь это ящерица или варан Кирюша тоже раскрашивает сейчас покажу у Кирюши тут своя раскраска ты что красишь Кирюши не знаю не знаешь это наверное какой-то телевизор смешарики да у тебя раскраска ну красишь фотоаппарат а фотоаппарат это что не знаю не знаю не знаю не знаю что это не знаю Продолжение следует...